здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на 17 ноября вот и настал тот день который мы ждали с прошлой пятницы сегодня пятница день великой вечеринки и большого отдыха после нее но отдых нам будет доступен только после просмотра новостей как вы понимаете так что готовьтесь к очередной порции того чем средства массовой информации кормят англичан на завтрак а кормят они опять суэлли бреверман это бывший министр внутренних дел чье увольнение занимало видное место в новостях на этой неделе не она продолжает доминировать на многих первых полосах газет начнем мы с газеты daily telegraph которая выносит на первый на первую страницу план суэлли бреверман по отправке рейсов в руанду внутри газеты представлены подробности и и расчетов ну а на первой странице также есть фотография дэвида камера на украине где он выполняет свою первую миссию в качестве министра иностранных дел под заголовком модельный дипломат газета guardian сегодня сообщает что 60 высокопоставленных сотрудников женщин написали письмо в котором утверждается о сексуальных домогательствах со стороны их коллег мужчин находящихся в министерстве обороны а заявление от министерства обороны обсуждается внутри газеты и там говорится что министерство обороны глубоко обеспокоена этими жалобе жалобами и принимаются меры по их устранению я не понял они пытаются устранить сами жалобы или причину жалоб ну а также в газете есть статья о израильском заложнике и худите вейс которую израильская армия назвала найденной мертвой в секторе газа газета метро сегодня отмечает что старший офицер полиции признал что полиция подвела грейси спинкс 23 летнюю женщину которую убил ее преследователь то есть за ней кто-то следил она жаловалась полицию полиция ничем не помогла дождались пока ее убили и извинилась теперь газета таймс которая рассказывает о правительственных предложениях лишить некоторых получателей пособий которые отказываются искать работу или проходить стажировку и их будут лишать права на бесплатные рецепты в нчс стоматологическую помощь помощь в оплате счетов и так далее мы поговорим об этом позже в выпуске ну а в газете также сообщается что канцлер джереми хант признал что министры не могут дать никаких гарантий в том что рейсы на депортацию в руанду вылетят до следующих выборов газета мир сегодня рассказывает о возможности оправдания кристин киллер по обвинению в же свидетельстве из-за новых доказательств фамилия киллер я не знаю как правильно произнести но она не имеется ввиду убийца на кристина киллер это фамилия такая я не знаю как ее правильнее произнести она была моделью которая оказалась в центре скандала который потряс британскую элиту в 60-х годах так вот теперь пытаются пересмотреть это дело и ее оправдать газета daily express сегодня сообщает что депутаты требуют чтобы протестующих которые нарушают священную память наших павших в войнах привлекали к ответственности это произошло после того как появились фотографии активистов которые залезают на мемориал королевской артиллерии в гайд парке газета financial times сегодня сообщает что канцлер джереми хант рассматривает планы по снижению налога на наследствие в и об этом он объявит своем осеннем заявлении также есть статья о том что компания марс покупает шоколадный бизнес бизнес хотел чоколад который находится сейчас в бедствии можно сказать и их покупают за сумму около пятьсот тридцать четыре миллиона фунтов газета сам сегодня лидирует со статьей о том что полицию предупреждают своих полиция предупреждает своих сотрудников что использование слова полицейский ну полисмен может быть не политкорректно и нарушать закон и большой заголовок гласит это политкорректность сошла с ума газета daily mail сегодня делает броский заголовок неизбранные лорды замышляют блокировать закон о руанде который мог бы предотвратить подобные сцены и этот заголовок сопровождается двумя фотографиями людей которые переплывают ла-манш вчера днем простите газета ай лидирует со статьей о том как получатели пособия по безработице теперь столкнуться с жесткими новыми санкциями в планах правительства не это будет включать в себя отслеживание их посещения новогодних ярмарок а также количество того сколько раз они соглашались на какие-то вакансии по работе и приходили на интервью газета daily star сегодня выбирает совсем другую тему и пишет о планке для англии это рассказ о том как экономист из банка англии предположил что последнее повышение зарплат по всему соединенному королевству могут создать риск инфляции ну карикатур сегодня в газетах тоже достаточное количество поэтому я снова выложу их в наш телеграм-канал я думаю вы их там найдете карикатуры неплохие а сейчас хочу сказать если вы заметили второй день посреди нашего выпуска нет навязчивой рекламы от ютюба почему да потому что помогает с выходом этого выпуска банк револют который является не просто банком а является ну для меня по крайней мере моим личным финансовым помощником с банком револют вы можете открывать ввести мультивалютные счета без комиссий в том числе криптовалютные счета вы можете отправлять и получать деньги по всему миру ну практически по всему миру по выгодному курсу и можно это сделать одним нажатием кнопки на телефоне вы можете снимать наличные в банкоматах без ограничений пользоваться удобнейшим на самом-то деле мобильным приложением на вашем родном языке в котором есть функции бюджетирования планирования а также есть защита от мошенничества банк револют также предлагает премиальные металлические карты с эксклюзивным дизайном зарубежную медицинскую страховку при поездках за границу доступ к залам ожидания в аэропортах скидки в магазинах да и многое другое именно вот этот банк банк революты их приложение выглядит так как должен выглядеть любой банк будущего да и настоящего на самом-то деле который работает на вас и для вас присоединять вместе ко мне к этому банку к банку революта сегодня и получите бесплатную карту с доставкой револют это просто революция в банковских приложениях ссылка на регистрацию будет под видео а теперь переходим к основным новостям джереми хант рассматривает возможность сокращения налога на наследство как я уже сказал как пишут газеты и сокращение будет практически вдвое а также возможно снижение налогов для малого бизнеса об этом он расскажет в своем заявлении в осеннем заявлении на следующей неделе у финансистов появились дополнительные средства в бюджете их оказалось больше чем ожидалось благодаря высоким налоговым поступлениям и более низким затратам на займ это дало ханту возможность оперировать более суммой более чем 20 миллиардов фунтов что в три раза больше чем марте снижение налога на наследство и налогов для малого бизнеса рассматриваются в качестве вариантов один из них включает сокращение ставки налога на наследство практически вдвое а другое увеличение порога начиная с 85 тысяч фунтов до 90 тысяч фунтов налог на наследство если вы знаете взимается в размере 40 процентов на наследие стоимостью больше 30 325 тысяч фунтов с дополнительным вычетом 175 тысяч фунтов для наследств которые передаются детям или внукам изменение в налог на наследство может быть отложено до бюджета в следующем весеннем сроке очень интересная ситуация с такими налогами на наследство всегда подумайте 15 раз перед тем как оставлять наследство своим детям подумайте сколько они получат после уплаты всех налогов джесс филлипс известная британская парламентарий входит в число десяти депутатов которые подали в отставку из-за несогласия с лидером лейбористов киром стармером по вопросу прекращения огня в секторе газа она сделала открытое заявление вот вы видите но здесь на фотографии ну а перевод этого заявления можно будет прочитать нашим телеграм-канале я вот туда уже выложил вечером вчерашнего дня прошло голосование королевской речи которая призывает к немедленному прекращению огня в газе голосование завершилась отклонением поправки со значительным преимуществом 293 голоса против ста двадцати пяти так вот джет филлипс а также еще семь тенивых министров в том числе и свин туришь и авзалхан и паула баркер подали в отставку для того чтобы проголосовать за поправку согласно заявлениям они могут вернуться в команду стармера после выборов всего 56 депутатов лейбористов проголосовали за прекращение огня подобные шаги лидера лейбористов кира стармера вызывают обсуждение внутри партии но сам стармер стремится снизить эти волнения и подчеркнуть единство своей партии после ухода 10 членов в знак протеста недавно назначенный министр обороны великобритании гранд шапс который как вы помните не имеет никакого военного образования и опыта заявил что он будет поддерживать британские оборонные компании и позиционировать их как позитивных посредников для британии и союзников он обязался защищать отрасль от инвесторов в сфере окружения а также социальной ответственности и управления которые пытаются неэтично лишить финансирования британскую оборону министр подчеркнул важность увеличения экспорта и поддержки бизнеса оборонного бизнеса и все это должно показывать как великобритания является глобальным чемпионом по экспорту министр подчеркнул что будет поддерживать британскую оборонную промышленность особенно в свете опасений связанных с инвестированием в ес джи для того чтобы обеспечить ей необходимое финансирование для поддержания поставок для вооруженных сил и союзников обеспечивая безопасность нашей страны это потрясающая история у нас же есть прикормленные газетчики они такой материал с руками оторвут могут могут и оторвать так что ничего личного сони только бизнес в тюрьме бетфорд был выявлен самый высокий уровень насилия среди всех тюрем страны согласно критическому отчету инспекторов докладка также указывает на неприемлемые условия содержания заключенных включая наличие крыс в камерах плесень в камерах разбитые окна там же в камерах и отсутствие необходимого количества персонала этой тюрьме было выдано срочное уведомление об улучшении условий и министр тюрем эдвард аргар заявил что правительство предпримет немедленные меры включая развертывание дополнительного персонала для повышения безопасности тюрьмы он также обещал объявить дополнительные планы по улучшению и настаивать на расширении тюрем в стране один из десяти молодых людей слишком болен для того чтобы работать полный рабочий день об этом сообщает новый отчет более чем один миллион британцев в возрасте от 16 до 34 лет заявляют что у них есть долгосрочное заболевание которое ограничивает их трудоспособность при этом два из пятерых указывают на проблемы с психическим здоровьем это вдвое больше чем количество молодых работников которые утверждают что у них есть долгосрочное заболевание по сравнению с тем количеством которое было 10 лет назад когда такое число составляло около 550 тысяч человек согласно анализу данных управления национальной статистики фонда health foundation особенно мне нравится в этой статье фотография которые сопровождали этот текст это означает что теперь среди работников младше 35 лет с ограничивающими условиями работы столько же сколько и среди тех которые были в возрасте от 45 до 54 лет 10 лет назад самыми распространенными заболеваниями о которых сообщается это хронические заболевания опорно-двигательного аппарата но среди самых молодых работников самой большой проблемой является психическое здоровье которое утроилось количество людей болеющих психическими расстройствами с 2013 года два из пяти молодых людей младше 35 лет с ограничивающими условиями работы сообщили о проблемах со своим психическим здоровьем и сообщают более чем в два раза чаще чем любую другую причину ну что ж работать похоже у нас тоже некому а у тебя есть какие-нибудь лекарства ну какие какие лекарства ты же все собой взял ну и еще на ту же самую тему получатели пособий которые не ищут работу более чем 18 месяцев подряд должны будут пройти стажировку на любой работе по новым правилам которые предполагаются ввести в следующем году случае отказа они потеряют доступ к пособиям на определенный период об этом говорит правительство этот план направлен на возвращение людей на работу и включает в себя дополнительные расходы в размере двух с половиной миллиардов фунтов для карьерной поддержки таких людей план предполагает закрытие претензий тех кто не соглашается сотрудничать с персоналом центров занятости или принимать предлагаемую им работу после шести месяцев такие лица лишаются доступа к дополнительным льготам таким как бесплатные рецепты и юридическая помощь и должны будут проходить заново процесс подачи заявления для продолжения получения пособий ну граждане алкоголики хулиганы тунеядцы кто хочет сегодня поработать министр здравоохранения шотландии майкл мэттисон признал что счет в размере 11 тысяч фунтов стерлингов за роуминг за роуминг данных на его айпаде был вызван просмотром футбольных матчей его сыновьями во время семейной поездки в марокко в прошлом году вы помните эту историю я рассказывал на днях изначально расходы были покрыты парламентом но мэттисон вернул часть денег и запросил дополнительное расследование он извинился перед парламентом отметив что он хотел защитить свою семью и своих детей от внимания к этому случаю министр также сообщил что он не знал о том что сыновья используют его устройство рабочий айпэд до того момента когда это стало известно через средства массовой информации на прошлой неделе в итоге его дети насмотрели видео на 11 тысяч фунтов но сейчас я хочу вам рассказать немножко про новогодние праздники многие меня спрашивают где что будет и так далее но я надеюсь что вы или ваши дети любят игрушки просто-напросто и именно на очередном спектакле вы сможете узнать куда деваются игрушки когда становятся ненужными вас приглашают в удивительное путешествие по миру потерянных и забытых игрушек где вас ждут невероятные приключения захватывающие игры веселые танцы и световое шоу вы встретите своих любимых героев из мультфильмов таких как кунг-фу панда трансформер мадагаскарский лев ну и многих других но будьте осторожны в этом мире мире добрых игрушек будет и свой злой гринч который хочет уничтожить все игрушки а вам придется помочь им спастись и вернуться к своим хозяевам а в конце спектакля вас конечно ждут подарки и фотосессия с героями и с дедушкой морозом не упустите шанс посетить такое незабываемое шоу новогодний интерактивный спектакль в мире забытых игрушек который пройдет в декабре в разных городах нордхэмптон манчестер лейцестер петербору лондон и бирмингем билеты можно купить по ссылочке которая будет в описании этого видео или в группе на фейсбук которая называется в гостях у сказки причем спешите количество места уже действительно ограничено я так понимаю при такой массированной рекламе которую я видел в фейсбук билеты разлетаются как горячие пирожки ну а теперь давайте перейдем к выпуску прогноза погоды с игорем павловым всем доброго утра отличного дня и великолепного настроения сегодня с утра моя жена сказала что дети это цветы жизни везет ей а у меня аллергии на цветы сегодня в англии обещаются облака такие пушистые что даже чай сбежит посмотреть кстати погода будет ясной и по осеннему теплой во всех регионов нашего острова каждый регион от севера до юга сегодня насладиться солнечным настроением тем самым подбадривая риши что он на верном пути в солнечную страну однако метеоцентр снова предупреждает о желтом сигнале опасности сильного ливня в районе корневала и вэлса дождь действительно будет но только после захода солнца начнется он с юга и уже к 3 часам ночи прольется своими каплями в каждом регионе дождь будет такой упрямый что даже зонтик будет думать о смене карьеры дождь безнаказанно продолжит свои мокрые дела весь день в субботу так что не оставить сухого места в воскресенье погода немного распогодится и вы сможете увидеть местами солнце с переменной облачностью кстати метеоцентр предупреждает концу ноября ожидается снег и температура опустится до минус 6 для этой страны это тоже самое что минус 20 поэтому готовьте сидеть дома и пить теплый чай всем хочется пожелать хорошего настроения пусть выходные принесут вам много веселья и вы сможете хорошо отдохнуть а если не знаете где отдохнуть приходите к нам на концерт в городе хал в эту субботу всем добра хорошего настроения спасибо игорь да действительно хочется провести эти выходные с пользой ну а те кто никуда не пойдет и останется дома просто посмотрите наш очередной выпуск программы что это было в котором мы разберем с юморком те новости которые нас окружали за последние парочку недель меня на этом я с вами тоже прощаюсь желаю вам тоже прекрасного дня и хороших выходных встреч с вами в следующем выпуске ну или в программе что это было всего вам доброго